Жители Звенигорода обратились в администрацию Одинцовского округа с просьбой откорректировать расписание движения автобусов по маршруту 13 и 13К до железнодорожной станции. В час пик пассажиропоток увеличивается настолько, что все желающие не могут уехать вовремя. Автобус, когда идёт со станции, захватывает детишек из школы, он уже бывает практически весь переполнен. Им некуда попасть. И детишки топают пешком от школы, от Веденской. Вот здесь вот по тротуару, который там сначала есть, а потом здесь его уже нет. На встречу с инициативной группой с инспекции приехал глава муниципалитета Андрей Иванов и выслушал предложение местных жителей по улучшению сложившейся ситуации. Мы бы просили попробовать рассмотреть такой вариант, чтобы, например, маршрутка ходила по кругу. Одна, непосредственно, по речи станция Звенигров, Веденская школа, и две других ходили бы именно в город Звенигров. Ранее представители компании-перевозчика заявляли о том, что расписание маршруток на линии полностью совпадает с расписанием движения поездов. Однако обращения граждан говорят об обратном. Сколько вам нужно времени на вот эти эксперименты, чтобы уже... Я думаю, что средний класс поедет уже на следующей неделе, а дальше в течение недели-десяти дней будет вывод сделан, и дальше пойдем по расписанию. Также в рамках встречи обсудили организацию разворотной площадки и установку автобусного павильона в Паречье, вблизи деревни Сальково. Длительное время остановка общественного транспорта осуществляется здесь исключительно по требованию. В ответ на обращение жителей эти работы проведут в летний период. Кроме того, для удобства горожан будут обустроены пешеходные дорожки от деревень Сальково и Марьино к станции Звенигород. Глава округа уже дал соответствующие поручения профильным службам. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».